МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стекло отдельно, пластик отдельно. В Есентуках заработает умная утилизация мусора. Спит и не жужжит. Как подремать на пчелиных ульях с пользой для душевного равновесия? Об этом мы не только расскажем далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, начинаем выпуск. Стали известны новые данные по коронавирусу в крае. Их на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 53-х человек. Таким образом, показатели заболеваемости и выздоровления почти сравнялись, отметил глава региона. Но ситуация остается непростой. Еще два пациента с коронавирусом скончались. За все время у нас зафиксировано 1781 случай заражения. Чтобы остановить инфекцию, Владимиров призвал ставропольцев следовать санитарным правилам, соблюдать социальную дистанцию и носить маски. А с приходом тепла на улицах все чаще слышен рев моторов. На Ставрополье стартовал байкерский сезон. Чтобы умерить пыл горячих парней и девушек на двухколесном транспорте, сотрудники ГИБДД сейчас внимательно следят за ними на дорогах. Екатерина Сегида задержалась после работы, чтобы немного помочь инспекторам. Что-то горит напротив заправки. Какой-то микроавтобус две минуты назад проезжал, ничего не было. Эти шокирующие кадры уже облетели интернет. Яркое пламя, страшные последствия ДТП в Георгиевске. Водитель скорой выезжал с заправки и не уступил мотоциклу, который слишком быстро ехал по главной дороге. Итог обоюдной спешки. Трое погибших. Шофер УАЗа и два человека на мотоцикле. А это уже Ставрополь. Вечерняя поездка на байке обернулась для водителя переломом ноги, а для его пассажира – ушибами. Всему виной выезд мотоцикла навстречку. Полицейские края объявили охоту на мотолихачей. Наша съемочная группа отправилась в рейд вместе с инспекторами. А вот и первый нарушитель. Парень колесил на мотоцикле по краевой столице без нужной категории в правах. Объяснить на камеру, как так вышло, не захотел. Почему нарушаете? Но ответить все равно придется. Нарушителя платит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А железного коня отправили на штрафстоянку. Проводятся рейдовые мероприятия с 19 мая по 24 мая под названием «Мотоскутер». Сотрудниками отдельного батальона города Ставрополь будут выявляться грубые нарушения данной категории водителей. Чаще всего мотоциклисты садятся за руль без прав. А еще любители скорости не прочь потягаться в мощности своих байков. Соблюдение правил дорожного движения в условиях таких мотошоу входит не всегда. Большинство двухколесных нарушителей пользуются своей маневренностью, стараются скрыться по тротуарам, по дорожкам, в лесах, в полях. Очень часто они пользуются пробками, то есть стараются скрыться в межуяде так называемом. То есть там, где патрульный автомобиль не может проехать, мы проезжаем на таком же уровне, как и остальные двухколесные транспорты средства. Соответственно, нам проще задержать их. Нередко такое лихачество приводит к трагическим последствиям. На Ставрополье с начала года произошло уже 46 ДТП с участием мототранспорта. В них 13 человек погибли, 42 пострадали. В основном аварии из-за того, что люди не смотрят по зеркалам, в основном автомобилисты. Сам вот за год сколько езжу, неоднократно сталкивался с ситуациями, когда меня просто не видят автомобилисты. В ДТП часто попадают неопытные мотоциклисты. Не забывайте о главном. Поездка на мотоцикле – это всегда зашкаливающий уровень адреналина. Но в погоне за яркими эмоциями не стоит забывать о собственной безопасности. Полицейские советуют, прежде чем сесть за руль двухколесного транспорта, нужно обязательно облачиться в специальную экипировку, надеть перчатки и шлем. И в случае аварии это не только сохранит ваше здоровье, но и спасет жизнь. Но все же дисциплинированных водителей мототранспорта становится больше. Сотрудники ГИБДД призывают к ответственности и взаимному уважению всех участников дорожного движения. Мы вам от лица жителей и сотрудников ГИБДД выражаем благодарность за то, что у вас все в порядке с документами, что вы в экипировке. Спасибо вам большое. С ветерком, но по правилам, прокатились Екатерина Сегеда и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. К другим темам пасечники на этой неделе отмечают профессиональный праздник – Всемирный день пчел. И хотя в изобилии свежий мед появится где-то через месяц, работы у специалистов и их полосатых подопечных хватает. А фермер в Труновском районе даже решил лечить усталость и депрессию с помощью насекомых. Все дело в оздоровительном сне. Как это работает, узнала наша съемочная группа. Вот пчела, вот пчеловод, мед любят все и вместе даже нашли взаимопонимание. Николай Егоров – подполковник пограничных войск в отставке. Служил в Средней Азии, участвовал во второй чеченской кампании. Когда ушел на пенсию, купил дом в селе Ключевском и с тех пор стал фермером. Когда неудачно приземлились мы с вертолета, и получилось так, что сильно зашкаливало давление. Четырехюродный мой брат с охотником Сергей Федорович тоже на пасеке занимается. Он говорит, Коль, надо этим заняться. Я начал интересоваться, приехал туда, я буквально год-два поработал. У меня давление назад вернулось к 120 на 80, хоть сейчас назад призывается в армию. Вооруженные силы Николай все-таки оставил, зато теперь в строю почти 40 ульев. И хотя на дворе только май, работа кипит. Цветение в самом разгаре, поэтому полосатые труженицы ни на минуту не могут отвлечься. Однако в их плотный график пасечник внес комнату отдыха для людей. Апетерем заселен только рамками на одну четвертую часть, уже ощущается сейчас. В апетереме, так называется помещение, над двумя ульями расположен топчан. Пролететь вовнутрь полосатые не могут, все зарешочено. Зато до пациента долетает жужжание, аромат перги и прополиса. Натурально убаюкивает. Мы тоже решили попробовать пчелотерапию. На что это похоже? Как будто горная речка шумит где-то вдалеке. И сами понимаете, для тех, кто страдает бессонницей, такой гул, то, что доктор, ну а точнее пчеловод прописал. И даже после бурного городского ритма жизни приятно вот так вот уединиться с природой. И что я понял для себя, когда приеду домой, хочется включить запись пчелиного жужжания и засыпать так каждый вечер. С вашего позволения, сейчас еще немножечко подремлю. На пчелиной инфраструктуре Николай планирует организовать экотуризм. Даже с форматами ульев экспериментирует. Это вот пример колодного пчеловодства, когда семью расселяют в полом отрезке ствола. Так пасечники делали еще в 17 веке. И по сути это как дупло дерева, естественная среда обитания насекомых. Все, что касается в колоде, пчелы делают сами. Они отстраивают языки, там делают себе бани, делают себе лечение. Пчела может выстроить такое гнездо, которое само собой излечивается. Кстати, сегодня в крае две с половиной тысячи медовых хозяйств. И в год они дают больше тысячи тонн продукта. Пока в магазинах мед прошлогодний, но полакомиться свежим можно будет уже в середине июня. Так что следите за прилавками. А здоровый сон совместили с работой Никита Шишков и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Теперь из Струновского переместимся в Шпаковский район. Там отремонтировали подъездную дорогу к хутору Садовому. Обновили два километра полотна, нанесли свежую разметку и установили знаки. Обустроили тротуар и оборудовали новый пешеходный переход. Работы провели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А еще больше новостей из разных уголков края в нашем коротком обзоре. Детский сад на 160 мест построят в станице Ясентукской. Там будут ясельные группы, физкультурные и музыкальные залы, бассейн. Работы уже стартовали. Детсад возводят в рамках нацпроекта «Демография». Ввести его в эксплуатацию планируют в конце года. В Ясентуках установили больше 70 новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Они предназначены для пластиковой, стеклянной и металлической тары. Горожанам предлагают разделить отходы на чистые, которые можно перерабатывать, и остальные, включающие органику. Собирать чистые отходы будет специальная техника по отдельному графику. В торт-серье отправят на перерабатывающие предприятия. В Михайловске запустят новую электростанцию. Она станет первой в крае дистанционным управлением. Запуск намечен уже в этом году. Пилотный проект с современным оборудованием придет на замену устаревшей электростанции. Новый объект позволит увеличить мощность подачи электричества потребителям и даст резерв для новых абонентов. В Грачевском районе обновят дорогу. Ремонт улицы Ленина в селе Тугулук начнется 1 июня. По ней жители добираются на работу в детский сад и местный ДК. Там отремонтируют дорожное полотно, установят знаки и обустроят обочины. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Если вам есть что нам рассказать, то пишите в мессенджеры, ватсап и телеграм. По этому номеру присылайте фут и видеоописание. Мы сделаем об этом репортаж. А далее прогноз погоды. Все об этом знает моя коллега Анастасия Антонец. Я же с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. Носите маски, перчатки и соблюдайте социальную дистанцию. И увидимся. Здравствуйте, дорогие телезрители своего ТВ. О погоде на пятницу, 22 мая, расскажем сейчас. В Ставрополе дождь плюс 18 днем и плюс 11 ночью. В Изобильнинском и Новоалександровском округах дождь с грозой. Днем плюс 18, ночью плюс 12. В Пятигорске, Минеральных водах и Кисловодске также дождь и грозы. Плюс 23 днем и плюс 16 ночью. В Буденновске и Нефтекумске сильный дождь, плюс 25 днем и плюс 17 ночью. В Ипатово, Арсгире и Дивном тоже грозы и дожди. Днем плюс 20, ночью плюс 16 градусов. 22 мая отмечают День биологического разнообразия. Это хороший повод узнать больше о животном мире и его удивительных представителях. Например, самым бесстрашным млекопитающим в мире, согласно Книге рекордов Гиннесса, признан медовый барсук или медоед. Это небольшие зверьки выходят победителями в сватках со львами, змеями и варанами, причем часто нападают первыми. Шкура медоеда очень толстая, а организм способен вывести любой яд, что делает зверька практически непобедимым. Узнавайте новое с нами и до встречи здесь на Своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин